Добрый день, дорогие друзья! С вами Елена Минакова и сайт Photoshop Master.ru. В этом уроке мы с вами создадим яркую красочную летнюю картинку, добавим в работу различные детали, чтобы сделать нашу работу более интересной. Сейчас вы видите все исходные стоковые фотографии, которые я использовала в данной работе. Ссылки на все фото вы найдете в материалах к уроку. Итак, начинаем урок. Ctrl N. Создаем новый документ, называем его навстречу лету, ширина 2400, высота 1700 пикселей, разрешение 72, цвет фона белый. Снимаем замочек с нашего фона и открываем первый исходник. Файл открыть. Это исходник неба. Вот такой вот кусочек неба я вырезала. Немного уберем шум. Фильтр шум уменьшить шум, интенсивность 10, сохранить детали 60, уменьшить шум и цветов 50 и сохранить детали резкости в 60. Переношу этот исходник в нашу работу. Ctrl T. Вызываю трансформацию. Чуть-чуть я его увеличу. располагаю на нашей работе. Сделаем цвет неба более интересным. Корректирующий слой. Выборочная коррекция цвета. И тут подберем цвет для нашего неба. переносим в работу следующий исходник. Файл открыть. Это исходник следующего неба. Вот такой вот исходник. Я переношу в нашу работу. Ctrl T. Вызываю трансформацию. Чуть-чуть поворачиваю. режим наложения для этого слоя выбираем перекрытием. Вот так мы добавили такой более яркий розовый цвет на наше небо. Непрозрачность немного я понижу где-то до 70 процентов. Создаем новый слой для синего цвета. Выбираем цвет 4b8ffc. Выбираем кисточку круглую мягкую 100 процентная непрозрачность. Режим наложение для этого слоя мягкий свет. Мы усилим синие голубые цвета на нашей работе. вот таким образом добавили немного синего на наше небо. Чуть-чуть можно понизить непрозрачность где-то до 80 процентов. Следующий слой это желтый цвет. Выбираем цвет FED1A7. режим наложение для этого слоя выбираем цветность. Кисточка круглая мягкая непрозрачность небольшая. дорисуем такой вот оранжевый желтоватый цвет на вершинах облаков. дублируем этот слой ctrl j и режим наложения выбираем перекрытием. теперь создаем новый слой для желтого блика. Тот же самый цвет выбираем. Кисточка мягкая со стопроцентной непрозрачностью. Диаметр где-то 1300. Ставим отпечаток. Режим наложения для этого слоя выбираем цветность. Дублируем этот слой ctrl j. Режим наложения для копии выбираем перекрытием. я нахожусь на верхнем слое зажимаю shift кликаю по нижнему. У нас выделились оба слоя с желтым бликом и с помощью инструмента перемещения я передвигаю его наверх с левой стороны. Будет он у нас располагаться. Освещение на нашей работе будет такое мягкое размытое освещение. Освещение в основном от неба. Ну вот будем считать что этот источник света будет у нас основной, но опять же не резкий, а такой мягкий размытый свет. Создаем группу неба. Я нахожусь на верхнем слое зажимаю shift кликаю по нижнему ctrl g. У нас образовалась группа неба. Над группой неба размещаем следующий исходник. Файл открыть. Это исходник забора. Вот такой вот был исходник. Я создала копии двух слоев сразу. На одном слое я вырезала забор вот по этой верхней планочке. Этот слой совершенно чистый. Я ничего на нем не делала. И на вот этот вот слой я добавляю черный слой маску. Зажимаю alt и добавляю черный слой маску. У нас все изображение исчезло. Я возвращаю видимость нашему вырезанному забору. Я нахожусь сейчас на черной маске невырезанного слоя. Выбираю кисточку листика. Эти кисти есть у вас в материалах к уроку. Посмотрю где примерно у нас находятся зеленые кустики. И в этом месте по этой черной маске с помощью белой кисточки листиков я вот таким образом проявлю некоторые листочки, которые растут за нашим забором. Таким образом у нас появится дополнительная зелень. В некоторых местах теперь объединяем оба этих слоя. Я нахожусь на нижнем, зажимаю shift, кликаю по верхнему, Ctrl-E. У нас образовался один слой забор с листочками. Я переношу этот забор нашу работу. Ctrl-T вызывает трансформацию. В верхней панели параметров пишу 36%. Размещаю забор на работе. Ctrl-J. Дублирую этот слой. Ctrl-T. Вызываю трансформацию. Отражаю по горизонтали и размещаю с этой стороны. Добавляю слой маску на этот слой. Выбираю кисточку круглую, мягкую. Непрозрачность немного понижу. Кисточка черная и сотру границу. Таким образом объединяя два этих слоя с забором. На этот слой тоже добавлю маску. Кисточка круглая, жесткая и немного тут уберу лишнее. Теперь этой вот жесткой кисточкой я уберу некоторые листочки, чтобы они у нас не выглядели так симметрично. На одном заборе и на другом немного уберу. Продолжение следует... Сливаю оба слоя с забором в один. Я нахожусь на нижнем. Зажимаю Shift. Кликаю по верхнему. Ctrl-E. У нас образовался один слой с забором. И к этому слою я добавляю стиль слоя. Два раза кликаю на слой забор. Добавляю стиль слоя. Внутренняя тень. Режим выбираем нормальный. Цвет выбираем. F, E, E, A, C, 4. Снимаю галочку с глобального освещения. Угол 122 градуса. Смещение 3. Размер 0. Мы добавили небольшое вот такое вот освещение от нашего источника света на забор. Теперь нам надо убрать это освещение с наших листьев. Я превращаю стиль слоя в отдельный слой. Нажимаю на правую кнопочку мышки образовать слой. Добавляю слой маску. Кисточка круглая, жесткая. Вытираю с листиков. Вот эти вот желтые освещенные участки. Оставляю это только на заборе. Теперь подберем для нашего забора цвет, корректирующий слой, выборочная коррекция цвета. Нажимаю на значок обтравочной маски. И тут немного поменяем цвет с учетом нашего освещения. Создаем группу забор. Я нахожусь на верхнем слое. Зажимаю shift. Кликаю по нижнему. Выделились все слои. Ctrl G. Образовалась группа забор. Под группой забор открываем следующий исходник. Файл открыть. Это исходник дороги. Переносим нашу работу. Ctrl T. Вызываем трансформацию. В верхней панели параметров я выставляю 71%. И 35% мы ее немного сплющиваем. Размещаем на нашей работе. Выбираю инструмент штамп. Образец все слои. Штамп мягкий. И зарисую вот эту вот среднюю проплешину, которая есть на нашей дороге. Зажимаю alt. Выбираю образец рисунка и зарисовываю. Добавим контраста. И осветлим первый план нашей дороги. Корректирующий слой уровни. Нажимаю на значок обтравочной маски. Добавляем контраст. По маске с помощью инструмента градиент. Градиент от основного к прозрачному. Градиент линейный. Протягиваем градиент. Градиент черный. Зажимаю shift. Протягиваю градиент. Убираю воздействие этого слоя с дальней части. Оставляю только на первом плане. Поменяем цвет дороги. Добавим теплых оттенков. Корректирующий слой выборочная коррекция цвета. Нажимаю на значок обтравочной маски. Теперь создаем слой для осветления первого плана. Выбираем цвет FF, E, B, C, 3. Выбираем режим наложения. Для этого слоя мягкий свет. Градиент линейный. От основного к прозрачному. Зажимаем shift и протягиваем градиент снизу вверх. Немного осветляем первый план. Можно немного понизить непрозрачность. Создаем группу дорога. Я нахожусь на верхнем слое. Зажимаю shift. Кликаю по нижнему. Выделили все слои. Ctrl G. Образовалась группа дорога. Я захожу в группу забор. Слой забор. Добавляю слой маску. Выбираю кисточку. Брызги 24. Настраиваю ее. Динамика формы. Колебания размера 100%. Колебания угла и формы примерно по 50%. Минимальная форма 25%. Интервалы немного увеличила. 16%. И с помощью этой кисточки черного цвета я уберу вот эту кромку вдоль травы. С помощью этой кисточки эта кромка станет более естественной. Она будет выглядеть более естественной, чем если бы мы ее убирали мягкой, либо полужесткой кисточкой. Вот таким образом я пройдусь вдоль всей травки. Вот таким образом мы убрали эту кромку вдоль травы. Я закрываю группу забор. Под группой забор открываю следующий исходник. Файл открыть. Это исходник дерева. Переношу нашу работу. Ctrl-T. Вызываю трансформацию. В верхней панели параметров пишу 52%. У нас будет два дерева слева и справа. Это дерево мы располагаем слева. Затемняем и немного понизим контраст, корректирующий слой уровни. Нажимаю на значок обтравочной маски. Немного затемняю. Понижаю контраст. Следующий корректирующий слой выборочная коррекция цвета. Нажимаю на значок обтравочной маски. Добавим дереву немного теплых оттенков. Дублируем эти слои с деревом. Я нахожусь на верхнем. Зажимаю shift. Кликаю по нижнему. Выделились все слои. Выбираю дубликат слоев. Выбираю инструмент перемещения. И передвигаю наше дерево. Располагаю это дерево справа. Копию размоем. Фильтр размытия. Размытие по гауссу на 2 пикселя размоем. Подкорректируем уровни. Это дерево мы наоборот осветлим. По маске с помощью мягкой круглой кисточки мы немного проявим затемнение на этом слое. Затемним некоторые ветки на этом дереве. Добавляем новый слой для осветления. Как обтравочная маска. Режим наложения. Выбираем перекрытие. Кисточка круглая, мягкая. Небольшая непрозрачность. Здесь цвет FDF0D7. И прорисовываем небольшое освещение на веточках со стороны источника света. Создаем группу деревьев. Я нахожусь на верхнем слое. Зажимаю Shift. Кликаю по нижнему. Выделились все слои. Ctrl G. Образовалась группа деревьев. Под группой забор открываем следующий исходник файл. Открыть. Это исходник фонаря. Переносим нашу работу. Ctrl T. Вызываю трансформацию. Уменьшаю. Располагаю фонарь справа. Чуть-чуть его размою. Фильтр размытия. Размытие по гауссу. Где-то на 0,4 пикселя размоем. Корректирующий слой. Выборочная коррекция цвета. Нажимаю на значок обтравочной маски. Немного добавим теплых оттенков и затемним. К фонарю добавляем стиль слоя. Стиль слоя внутренняя тень. Цвет выбираем FFEBC2. Режим выбираем нормальный. Создадим небольшое освещение от нашего источника света. Снимаем галочку с глобального освещения. Непрозрачность 63%. Угол примерно так. Смещение 10% и размер 8%. Мы добавили небольшое освещение на наш фонарь. Создаем группу фонарь. Я нахожусь на верхнем. Зажимаю SHIFT. Кликаю по нижнему. CTRL-G. Образовалась группа фонарь. На этом мы и закончим первую часть нашего урока. С вами была Елена Минакова и сайт Photoshop Master.ru. Всего хорошего и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok